Кран Первый груз Новозаполярный из Казани пришел еще в начале августа. Общий вес оборудования для хранения составит почти 10 тысяч тонн. Площадь хранения около 20 тысяч квадратных метров. Всего на разгрузку прибудет порядка 500 машин. И примерно столько же будут через несколько месяцев забирать оборудование на стройплощадку ДКС КП-1С. Сегодня никаких задержек нет. Пока это все идет по плану. Уже говорил, что начало поступать. В августе месяце поступало оборудование. И сегодня пришли 4 машины. Пока все идет по плану. Работники участка по хранению и реализации материально-технических ресурсов знают свое дело. Ведь это не первая масштабная поставка грузов. Подобное оборудование уже поступало для двух предыдущих ДКС. Когда поступает оборудование, наши работники, кладовщики фотографируют в первую очередь прямо на площадке, на транспорте, в каком состоянии оборудование поступило. Если мы замечаем какие-то недостатки, какие-то наши замечания, то инженерный состав дает телеграмму поставщику на завод для устранения конкретно выявленного замечания. Очертания будущей дожимной компрессорной станции видны с высоты птичьего полета. Уже сейчас четко видны забитые сфаи. Стройка очередной ДКС на заполярном месторождении началась еще зимой. С тех пор работа не прекращается ни днем, ни ночью. Есть большая вероятность, что новую станцию построят вовремя и качественно. Строительные и монтажные работы выполняются по графику. Отставания по сроку строительства нет. Контроль происходит многократный со стороны «Газпрома», со стороны генерального подрядчика, со стороны филиала «УРСОВ», филиала «НГДУ», филиала «ТЦ» «Газпромдобыча Ябл». Основную работу на ДКС «ГП-1С» строители планируют закончить до наступления холодов. Третья по счету дожимная компрессорная станция на Заполярке появится уже в 2020 году. Алмаз Абдельманов, Эдуард Баркалов, Николай Вербалко. Заполярное месторождение.